Козероги, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на сентябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конце месяца? В конце расклада я возьму карту совета. Что вам высшие силы советуют? А что они вам подсказывают? На что нужно обращать внимание на протяжении всего месяца? И первая карта для вас в начале месяца – это карта правосудия. Правосудие может показать, что справедливость будет на вашей стороне по отношению, даже если другие люди не поступали правильно, то все-таки в свое время справедливость восторжествует. Может, для некоторых это касается каких-то документов, каких-то разводных процессов. Но у вас почему-то показывает, что вам от вас, знаете, в начале месяца требуется четкость, ясность и справедливость. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на начало месяца для вас – карта девятка мечей. А почему справедливость нужна? Потому что вы должны понять, что вы несправедливы по отношению к самим собой. Вы не должны думать о других, что подумают, что они про вас скажут. А вы должны осознать, что вы на первом месте. Вы есть первые люди, которые вы должны думать о себе. Здесь вот есть вот эта истина, что вы должны осознать. Да, вы должны принять себя, вы должны понять себя в первую очередь. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта для вас – карта туз мечей. Обрубка. Знаете, высшие силы в начале месяца, они дают вам возможность быть сами хозяином вашей жизни. Сами быть справедливы по отношению к чему-то. Это касается других людей, это касается ваших друзей, ваших знакомых. Но то, что вы должны поставить точку на что-то, это однозначно. Самое главное, только через ваше осознание, через ваше какое-то даже может быть болезненное осознание может это прийти. Здесь может быть для некоторых, если каких-то были процессные разводы, документы, здесь как бы показывать, что завершается, да, вот что-то, вот как-то заканчивается вот этот период. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Карта дьявола. Карта искушения. Карта зависимость. Карта какой-то обмана. Будьте аккуратны. Будьте аккуратны, потому что здесь может быть со стороны других людей какой-то обман, какая-то хитрость. Постарайтесь обращать внимание, кто есть вокруг вас. Если у вас приходит вот это осознание, даже если это близкий человек, и вы понимаете, что человек обманывает вас, то вам все-таки стоит подумать и закончить, да, и поставить, может быть, это даже в дружбе может быть. Давайте посмотрим следующая карта для вас, да, следующая карта на середине месяца. Это карта Луны. Смотрите, карта Луны показывает, для некоторых, хочу сказать, в этом раскладе могут быть какие-то магические воздействия. Яд вас, правосудие, это какая-то кармическая какая-то задача. Здесь все-таки нужно что-то обрубить. Если отойти от этой темы, именно каких-то магических воздействий, почему-то будьте аккуратны, здесь дьявол и Луна рядом. Вас будут, да, искушать, вас будут ввести в заблуждение для того, чтобы вы не понимали, что происходит вокруг вас. Вас могут обмануть, что дальше все решится проблема, что быстрее, что какой-то человек, да, с правосудия какой-то больше, который может вам помочь. Не стоит доверять. Не стоит все-таки дать возможности людям манипулировать с вами. Мужчины и женщины, вам стоит все-таки быть внимательны вот в середине месяца. Давайте посмотрим следующую карту для вас. Карта «Десятка кубков». Вот этот обман, вот эта хитрость, это может быть от близких людей. Это может быть от людей, которых даже вы не подозреваете, которые вы даже не думаете, что люди могут поступать с вами так. Но вы должны все-таки понимать, что всегда после дождя выходит радость. Всегда вы будете, да, счастливы. Только правильно обращать внимание и смотреть. Бывает в нашей жизни даже близкие люди предают. Бывает в нашей жизни даже близкие люди могут обмануть. Давайте посмотрим следующую карту на конец месяца. «Девятка пентаклей». Это ваша стабильность, это ваш фундамент, это ваша семья, это ваши дети. На это нужно все-таки понимать. Что могут, хочу сказать, те, которые находятся в отношении стабильной, как семья, будут искушения для того, чтобы у вас могут входить в треугольник. Мужчина и женщина, обращайте на это внимание. Вам нужно все-таки понять и осознать, что это в вашей жизни неправильно. Давайте посмотрим следующая карта. Король жезлов. Больше касается мужчин. Мужчины, которые в стабильных отношениях. Как семья, длительные отношения, это касается вас. У вас рядом могут быть очень-очень, могут быть искушения, вот на сентябрь месяц. Женщина, хочу сказать, вы должны обращать, что у вас в жизни мог попасть такой человек вверх, который не свободен и притягивает вас только вот в каких-то ситуациях. Для вас будет какой-то кармический урок, какая-то карма потом возьмет свою по справедливости. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют для вас, королева мечей, мужчина и женщина. Понять, с кем вы рядом, кому что рассказывать, понять плюсы и минусы, что происходит у вас в жизни. Но то, что вам нужно обрубить, расчистить свой путь, обращать внимание на протяжении всего месяца, не входить в других отношениях, как треугольник, это однозначно. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.